Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarket, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Сегодня в 17.00 по московскому времени состоится вебинар правильный понедельник, где мы разберем ключевые фундаментальные события, основные тренды и поставим среднесрочные прогнозы по ключевым активам, то есть прогнозы на ближайшую неделю. Если есть возможность присутствовать на вебинаре, найдите время, обязательно буду рад вас всех видеть. Друзья, ну что ж, мы продолжаем работать с фундаментальной идеей затяжного долгосрочного ослабления доллара. Я об этом говорил уже многократно, у нас общая картина как пазл постепенно складывается. Мы получаем все больше и больше аргументов касательно того, что у индекса доллара в принципе нет других вариантов. У него только одна дорога вниз и чем больше сейчас американская экономика будет получать денег в виде дополнительного фискального стимулирования, тем более выраженной и активной будет позиция продавцов. Сейчас по индексу доллара мы наблюдаем котировки 9009, пограничный уровень. Я думаю, что как важный рубеж поддержки это значение может даже пасть, потому что на повестке этой пятидневки у нас заседание американского регулятора. И в этот раз Джером Пауэлл, который возглавляет американский регулятор, может повторить нам, еще раз обозначить для тех, кто сомневался, в том, что ставки ФРС останутся на около нулевой отметке в течение нескольких следующих лет. Я думаю, что если ФРС будет и дальше придерживаться позиции того, что изменение процентных ставок возможно только в том случае, если удастся достичь и выполнить несколько поставленных целей, это по инфляции, по рынку труда, возможно даже по темпам экономического роста, то более-менее экономическая конъюнтура сложится нормальной где-то к 2024 году. Это, конечно же, не скоро. То есть в ближайшие несколько лет период низких процентных ставок, которые будут диктовать условия американскому рынку казначейских облигаций, и без этого индекс доллара, который, в принципе, завязан на динамике американских трежерис, будет постепенно, ну, в целом оставаться под фундаментальным давлением. Далее, в качестве катализаторов, которые обеспечат дальнейшее снижение индекса доллара, это, конечно же, вот эти стимулы, которые мы ждем, пакет байденовский, демократовский на 1,9 триллиона долларов. Есть сейчас определенные трудности с тем, чтобы протащить этот пакет стимулов через республиканцев Конгресса, но я думаю, что эта проблема будет решена в самое ближайшее время, потому что после инаугурации, понятно, что Байден уже хозяин Белого дома, пойдут определенные конкретные перестановки кадровые, и, в конце концов, у Байдена будет необходима политическая сила, чтобы реализовывать все обозначенные экономические инициативы. Поэтому не сомневайтесь, друзья, пакет почти на 2 триллиона долларов пройдет в Конгрессе, я думаю, что в перспективе даже ближайших двух недель. Если вам нужен следующий какой-то стержневой фундаментальный фактор, когда можно действовать по доллару и ставить на еще большее снижение, вот считайте, что как только на рынке появится новость, что Конгресс проголосовал обеими палатами за эти вертолетные деньги, тогда и фондовый рынок покажет очередные новые максимумы, и индекс доллара будет котироваться гораздо ниже 90 пунктов. Я думаю, что все, друзья, мы, будучи фундаменталистами, умеем ждать. В принципе, сейчас это даже благородное дело, потому что вознаграждение, как показывает динамика рынка в долгосрочной перспективе, оно оказывается щедрым. То есть, по индексу доллара, напоминаю, что цели лежат глубже 85 пунктов, это точно максимум за много лет, я бы даже боролся за тестирование исторических минимумов. На этой неделе, повторюсь, что ждем в среду ФРС, решение по ставкам и пресс-конференцию. Снова ждем обозначения колоссальнейших понижательных рисков из-за ковидной темы и готовности регулиратора действовать при необходимости. Поэтому, с учетом обозначенной на прошлой неделе позиции почти уже новоиспеченного министра финансов Джанет Йеллен, с учетом мягкой позиции Паула, с учетом ожидания мер экономического стимулирования в целом от администрации американского президента, от властей, и еще сюда добавляем динамику американского рынка долга. Я по-прежнему не вижу никаких причин для того, чтобы отказываться от идеи продаж доллара. Могут быть какие-то коррекционные откаты, но, друзья, рынок все равно расставляет все на свои места, и в конце концов медведи оказываются более амбициозными и вновь возвращают котировки к этим локальным минимумам. Ждем пробоя 90 пунктов, я думаю, что ФРС нам в этом поможет. Золото 1850, цель 1900. Евро против доллара 1.2177. Третью сессию подряд мы растем. Рост, в принципе, возгновился после того, как на прошлой неделе ЕЦБ сообщил о том, что не будет вмешиваться, как-то менять фонд экстренной помощи почти на 2 триллиона евро. Ставки также стали низкими. Но Европейский Центральный Банк признал, что готов даже рассмотреть возможность дополнительных экономических стимулов. На эту риторику отреагировали европейские облигации, поддержали курс евро. Еще и вкупе с снижением курса американского доллара у евро по-прежнему очень хорошие шансы. Будучи даже основным рисковым инструментом рынка Форекс, все-таки выйти в еще больший плюс и заработать всем тем, кто верит в восстановление этого инструмента. Ну и также евро еще растет на общем оптимизме, который на рынке присутствует, даже несмотря на то, что количество заболевших в многих регионах по-прежнему находится на очень высоких значениях. Этот оптимизм связан с начатой масштабной программой вакцинации. В некоторых регионах она даже очень успешна. В некоторых регионах, таких как Англия, скажем, наиболее люди из самых значительных групп риска, я имею в виду возрастных, уже получили вакцины. Остается только надеяться на то, что эта вакцинация, в конце концов, принесет свои плоды, и человечеству удастся победить очередную вспышку ковида и, в принципе, отбросить эту тему назад и через некоторое время и вовсе о ней забыть. Короче, нужно о мировой экономике двигаться вперед. Без окончательной победы над ковидом этого сделать не удастся. Многие верят в вакцины. Друзья, если вы разделяете такую же позицию, то вы должны, даже не обращая внимания на то, что происходит с долларом, быть уверенными в том, что риск евро, фунт австралийца, новозеландеца будут расти. По фунту, кстати, я долгое время придерживался короткой позиции. После того, как в пятницу Джонсон подтвердил новый штамп коронавируса, который имеет более высокие показатели смертности, после того, как вышел отчет по сфере услуг, тотальнейшее снижение до 38,8. Это практически показатели худших периодов начала 2020 года. Но даже на этом британская валюта сейчас продолжает расти. Я пришел к выводу, что все-таки фунт плевать хотел на национальный фундаментальный фон и копирует то, что происходит с реверсом, безусловно, то, что происходит с долларом. Поэтому по фунту, друзья, я пока что вне позиции, но считаю, что фунт будет показывать точно такую же динамику, как евро, австралийский доллар, новозеландский доллар и прочие валютные инструменты, относящиеся к категории риска. Так, по другим активам. Доллар канадец 1,27, цель 1,30 остается в приоритете. Биткоин дал достаточную коррекцию. Индикатор рыночных настроений показывает, что можно покупать. Я имею в виду индекс криптофирингрид. 33,400 сейчас за один биток. Если вы искали возможность купить более оптимальные точки входа, вам нужны были, когда биткоин котировался выше 40 тысяч. Я думаю, что сейчас вам нужно рассмотреть возможность, чтобы как раз задуматься о добавлении этого инструмента в свой криптопортфель. Нефть 55,25. Я с некоторых пор работаю с нефтью как с рисковыми инструментами, поскольку риск сейчас тотально о фаворе. Нефть у меня тоже в длинных позициях. Так, еще хотел отметить, друзья, что по остальным событиям, по инструментам, которые нужно было бы разобрать, обязательно мы сегодня вернемся к теме на вебинаре. Ну и, конечно же, в ваших комментариях оставляйте вопросы. И обозначайте мне инструменты, которые нужно, опять же, осветить. В брифингах я готов выслушать ваш фидбэк и, конечно же, готов разнообразить общую линейку этих инструментов. Ну, на этом, собственно, все. Спасибо за внимание и хорошая вам торговая неделя. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok